Привет, друзья! Привет, друзья! Напишите по 10-бальной шкале, как меня слышно и видно. Макс уже рвется в эфир. Икейте в Таиланде. Привет, привет, друзья! Я вас хочу огорчить сразу. Макс, привет! Здорово! Ребятам тут мысли донесу. Хочу огорчить, что сегодня не будет секрета. Не расскажу на эфире главную проблему инфобизнеса в России. Макс, тебе тоже пока не расскажу. Я думаю, ты и так знаешь. Пусть гадает. Пусть кто-нибудь угадает. Пока никто не угадал. Мне больше 500 человек написали. Привет, привет! 11-10. Хорошо слышно меня, Макс? Нормально видно? Слышно? Да, да, все слышно, видно. Это местная симка. Я специально спешил в отель, но, видимо, зря спешил, потому что местная симка лучше, чем Wi-Fi. Работает. Ты где находишься, Макс? Я у себя дома. Москва? Угу. Сейчас я тебе покажу вид. У меня вот так. Нормал, нормал. Кайфуешь. Да. Так, окей. Ну-ка, кайфую. Ну, кайфую, да. Отдыхаю. 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 Стараюсь вообще от всего отпишиться. Видишь, только Инстаграм оставил для себя главную проблему инфобизнеса. Вот такая-то ходит. Хотел тебе показать. Оттуда два раза прошла. Медленно так. Таиланд. Ну, все. Давай начинать. Давай. Я готов. Я готов. Друзья. Максим Белоусов. Знаю уже, кстати, как будто сто лет тебя знаю. Но знаю-то всего, наверное, года два. Да, получается? Ну, где-то так. Где-то так, да. Два-два с половиной года. Максим один из как раз маркетологов. Я не знаю, можно ли, корректно ли это говорить. Старой школы. Это значит, когда твердое оценилось в маркете. Да, я думаю. Следы. Я думаю, так и есть, да. Когда мы встречались и общались и спрашивали, а сколько лидов привлек, а сколько тысяч лидов, а сколько стоимость льда. Какими-то хотя бы более-менее твердыми показателями. И работали на разных абсолютно рынках. Не только на рынке того самого инфобизнеса, но и на других рынках. Знаем с Максом, как привлекать клиентов на металлолом. Ну и на всякую такую фигню. Вот. Окей. Сегодня обсудим и разберем, возможно, ваши запросы. Друзья, кто чем занимается, напишите в личку. С Максом будем периодически отвлекаться на вопросы как раз. И на примеры вот того бизнеса, которым вы занимаетесь, будем накидывать какие-то сразу идеи. Окей, Макс? Нормально? Так подойдет такой формат? Да. Еще хотел обсудить наболевшее, что сейчас активно хайпится в интернете. Опять мы с тобой подойдемся этому хайпу. Хотел твое мнение узнать, свое мнение тоже высказать. Вот. Что ты думаешь по поводу вот этой всей истории с интервью, с запуском курса, там, Аветова, там, Собчак, и Блиновской? Что ты думаешь? Ну, давай, твое профессиональное мнение, так скажи. Это шоу, шоу, ну, как бы, шоу инфобизнеса продолжается, ничего не думаю. Как было, все так и есть, это никак. Когда вышло интервью Собчак, я посмотрел его, я сразу понял, что это купленная история, и, как бы, там, какой-то типа истинной правды. Некоторые начали репостить, я считаю, Собчак права, я считаю, что Собчак не права. Собчак денег получила и сказала то, что нужно сказать. Поэтому наивные вот эти ребята, блин, так смешно, если честно. Реально это что, так незаметно? Типа, и люди реально... Меня тоже удивляет, потому что, ну, я думаю, что можно уже признаться. Мне два месяца назад предлагали быть маркетологом в этом проекте, то есть в запуске курса Собчак. И, значит, готовилась масштабная... А, она еще и курс, она еще курс выпускает. Конечно, конечно. Два месяца назад мне предложили, значит, поучаствовать в этом запуске. Значит, там собиралась большая команда, большие бюджеты обсуждались. Как бы это я не придумываю, я могу это доказать, показать переписки, да. Вот, и, значит, отказались, потому что Собчак решила работать с Аветовым. Я думаю, ну, ладно. И в итоге, значит, это все как бы там, ну, сошло на нет. И вот тут вижу, значит, интервью выходит у Собчака. Я точно понимаю, насколько это все продуманная тема, продуманная история. Как ты правильно сказал, люди вот дальше первого плана ничего не видят. То есть вот им показали картинку, они на это отреагировали, да, и вот насколько... Они еще верят, верят и защищают. Да. Да, и насколько... Собчак сказала, что, короче, вы все по-цыгане. Да. Насколько, насколько же манипулируют нашими эмоциями. Вот это вот прямо вот у меня было, знаете, такое двоякое впечатление, вот двоякое ощущение. Первое ощущение, насколько круто сделан прогрев, вот Аветову прям отдать должен, нужно, конечно. А второе ощущение, вот знаете, как будто... А второе ощущение, как много в России лохов. Да не то, что лохов, а насколько этот цирк надоел, честно. Ну то есть вот... Ну да. Мне обидно за людей, правда. Потому что люди же, они как-то вот... Им же надо в что-то верить. Да не пальцы. Не надо. Вот. Они, они вот и верят в казино там, и финика, и так далее. Поэтому оставь, оставь им это. Хорошо, оставляем вам это. Ваше пиво пиво, в казино можно поиграть, и финика. Финика, чтобы заработать бабок быстро, взять кредит. Стандартная жизнь россиянина. И смешно, и плакать хочется. Ну, нужен жопин для народа какой-то. Да, друзья... Кто-то водку хлесит, кто-то блиновскую проходит, да. Давай, блиц-опрос, блиц-опрос. Сколько больше всего привлекал лидов и в какой проект? Вот больше всего, массовый самый, масштабный. Тони Робинс, олимпийский, конечно. Ты собирал, да? Да, там исчислял сотнями тысяч заявки. Сотни тысяч. А можешь более конкретные цифры сказать, сколько заявок? Я, честно, не помню. Это было три года назад. Я, конечно, не черняк и ты не портнягин. У тебя точные числа спрашивают, но все равно... У меня есть отчет, который я готовил для команды, которыми деньги платила. Там для Гилла Петерсила, Мид Партнес, для Ветова. Честно, я сейчас не помню, но исчислял сотнями тысяч заявки. Бюджеты, кстати, были не только большие. Сто тысяч заявок, хочется сказать, что было? Сто тысяч заявок? Сотни тысяч заявок были оставлены на мероприятия в Москве. Сотни тысяч. А конверсия была какая-то там замерена? Ну, конечно. Конверсия, получается... Ну, лично я со своей командой сделал 15 тысяч продаж. То есть мы же совместно с Синергией работали. Лично по моей статистике 15 тысяч продаж. Причем первые 7 тысяч продаж мы сделали в первые двое суток. Вот. И почему? Потому что мы подсуетились. То есть тогда Синергия только собиралась выкатывать продающий сайт, а я с командой как бы понимал, что если они там на аудитории в Олимпийском скажут, что Тони приезжает в Москву, нужно срочно показывать рекламу на эту аудиторию в Олимпийском. Так я и сделал. Сколько ты тысяч купила? Ну, короче, примерно 75 лямов мы тогда сделали. А сколько ты тысяч человек купила? Ну, то ли 5, то ли 7 тысяч. 5-7 тысяч человек, а вот они в первые двое суток они купили сразу, прям, моментально. А, в первые сутки, получается, да? Да, да, да. Ну, круто? Да, да, круто. Ну, вот один из самых таких крупных проектов по заявкам. А самые дешевые лиды? Самые дешевые лиды? Откуда что? Самые дешевые лиды, естественно, из прям прогретого сообщества. То есть мы же два года собирали, ну как, вот до меня вообще Тони Роббинс в России практически никто не знал. То есть это не громкие слова, это реальный факт. То есть я там проверял статистику запросов в Гугле, в Яндексе, там, ну там, не знаю, там 3, 5, 10 человек набирали Тони Роббинс. И два года я продвигал, качал социальные сети Инсту, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. И самые горячие, естественно, и дешевые заявки были из сообщества ВКонтакте, из Телеги, из Ютуба, из Фейсбука, из Инстаграма. То есть те люди, которые вот сидели, читали, смотрели, но не могли себе позволить за рубеж выехать. Ребят, еще раз напомню вам, что у меня в гостях в эфире Максим Белоусов, один из таких известнейших, интересных маркетологов в России. Можно задавать ему вопросы, можно писать, чем вы занимаетесь, вашу сферу деятельности. Можно просто огоньки оставлять, если мы вам нравимся, это тоже неплохо. Если не нравимся, можете огоньки оставлять, типа сгорите уже, черти. Вообще огоньки можно оставлять в любом случае, да. А я задаю Максу вопросы, такие качественно-количественного характера, чтобы было что-то твердое в нашем эфире как раз. И знаешь, какой еще вопрос? А был какой-то странный продукт у тебя? Я пример приведу. У меня реально был пример, когда был клиент из Питера, который продавал металлолом, без приколов. Прием, при том приемка металлолома. Они принимали металлолом, в частности, у них очень, как бы, еще тема работала с этими. Как они называются там? Забыл. Аккумуляторы, аккумуляторы. Принимали автомобили и аккумуляторы. И через социальные сети я на Питер, короче, таргетировал и вел сообщество. И в итоге, короче, занимался тем, что покупал металлолом и покупал аккумуляторы. Ну, то есть рекламы. Вот такой у меня был необычный клиент. У тебя какой-нибудь был такой необычный клиент? Да. Привет всем, кто. Да, у меня был клиент, значит, где-то два года назад. Значит, я... Мужики, давайте так. Кто знает такой сервис Bongo Kams? Вот, плюсионите. Bongo Kams кто знает такой сервис? Я, конечно, отбитый, но Bongo Kams еще не дошел до этого. Значит, получилось так, что я был проездом в Эстонии. Ну, я там вообще в детстве три года жил с родителями. У меня родители актеры, они там работали в театре, а я маленький там в детский сад ходил. Вот, я был проездом вообще в Таллине два года назад. И меня там свели с, значит, основателем сервиса Bongo Kams. Чтобы ты понимал, Bongo Kams – это топ-2 из сервисов самых посещаемых в порноиндустрии. То есть каждый день на него заходит 30 миллионов человек. Маш, ты порнофу продвигал? Да, да, да. Вот, и у них была задача, соответственно, там, собрать социальные сети, то есть продвинуться в Телеграме, ВКонтакте. Вот, и мы им полноценное комплексное СММ-продвижение делали в течение трех месяцев. Вот, придумывали разные там гивы, там, приколы, там, картинки, мемы. И, ну, такой вот интересный у меня был опыт. Да, я не скажу, что я им прям горжусь, но чисто как для опыта прикольно. И при этом понимание того, насколько гигантская индустрия вот эта вот порно, да, вот, сколько там бабла, сколько там денег, это прям, ну, интересно. Прям интересно. Ну, да, необычно. Хороший ответ на лому. Да. Слушай, а вот ВК и Одноклассники еще живы вообще? Ну, ВК, Одноклассники. Это я понимаю, что Facebook реклама не Insta реклама, а Facebook реклама, например. Слушай, я пять лет назад, вот когда я еще с Аязом работал, я проводил же лекции на его аудиторию, был спикером. И я еще тогда говорил, что ВК сдохнет, что нужно идти в Facebook, в Instagram. У меня все пальцем виска крутили, говорили, кому нахрен нужен Facebook и Instagram, там вообще черт ногу сломит, рекламный кабинет непонятный, мы сидим ВК, все нормально. В итоге прошло время, все перешли в Insta. Я сейчас слежу за многими маркетологами, за многими ребятами, которые курсы свои запускали в ВК. Это там Александр Чепишко, это там Трикси, это тот же самый Тимур Кадыров, который сейчас там миллионы, десятки миллионов ворочат в Insta. Они же все начинали с ВК, и они сейчас постепенно все перекочевывают в Insta, потому что ВК и аудитория дохлая, все, там не покупают. Там настолько упали охваты, что нужно гигантские бабки вкладывать на свою же аудиторию подписчиков в сообществе ВК, чтобы тебя просто читали, видели. Нет, Таргет, Таргет. Таргет работает? Да. Я думаю, что Таргет там тоже, там просто, ну, там баннерная слепота уже у людей. Многие просто включили Adblock, чтобы не видеть рекламу. Я когда захожу, вижу всех топов там, то есть вижу, реклама активно идет, я думаю, они не дураки. У меня там рекламируется моя бывшая сотрудница, у нее сейчас бизнес, а она точно не дура, то есть она считает вообще каждую копейку. Я не скажу, что те, кто сидят в ВК дураки, и что он не работает, просто не те масштабы уже. То есть вот ребята, которые, скажем, делали запуски на 5-10 миллионов ВК, сейчас делают на сотни миллионов запуски в Инсте, то есть это несопоставимые вообще масштабы, бюджеты. И несопоставимое количество вовлеченной аудитории в Инсте и ВК, то есть ВК есть аудитория, просто они там слушают аудио, читают там, не знаю, новости, посты и переписываются со своими одноклассниками. А в Инсте мы прям живем, то есть мы там сидим, мы активно используем эту социальную сеть, и в Инсте ты Adblock не повесишь на рекламу, то есть ты в любом случае сторис и ленту видишь. Поэтому как бы сами алгоритмы намного умнее, эффективнее в Инсте и Фейсбуке. Да, Инста, конечно, хорошая штука и плохая одновременно. Вот все бы мы одновременно отказались бы от Инсты, вот было бы круто. Прикинь, так все просто разно, давайте там выключим Инсту. Я думаю, что если у нас, не дай бог... Я вконтакте вернулся бы, я вконтакте вернулся бы. Если у нас, не дай бог, произойдет то же самое, что в Казахстане или в Беларуси, я думаю, что нам Инсту отключат. Не, Инсту-то что отключать, она невинная. Видишь, там планы по захватыванию, это не попередаешь. Нет, ну они же хотели закрытую сеть сделать, как в Китае, чтобы у нас были только свои приложения. Да, все закрыто, вот так уже. Ребята, друзья мои, 52, 54, 55, красавчики, 56, отлично. 15 января в Москве, запоминайте, возьмите сейчас прям телефон, ручку, где можно записать. 15 января, 15 января, 15 января в Москве, пишите плюсик, кто будет в Москве 15 января. У нас бизнес-завтрак, у нас не было полгода бизнес-завтраков, исключительно по моему решению. И вот они возвращаются, и вот они возвращаются. Бизнес-завтрак с одним из самых топовых маркетологов в России, Максим Белоусов, который вот только что здесь вот с нами, сейчас в эфире. Зарегистрироваться можно будет через инстаграм моего клуба. В моем инстаграме тоже указана ссылка, короче, вот на инстаграм моего клуба. Друзья, не пропустите, еще раз, 15 января, погнали, Макс, дальше. Давай, да, буду всех рад ждать. Да, да, 15 января. Расскажи тебе вопрос, почему ты решил переквалифицироваться из владельца СММ-агентства, достаточно там нормального бюджета. Мы с тобой обсуждали даже интервью, Саша брал, можете посмотреть у меня на YouTube-канале и в Инсте. Почему ты решил сменить нишу и уйти в ивенты в бизнес-сообщество? Так я не так резко сменил, я сначала же в курсы ушел, курсы обучающие. Ну, как вот проходило вот это вот, как сказать, видоизменение из СММ в курсы, а потом в сообщество? Ну, курсы это услуги, то есть, ой, не курсы, курсы эти, СММ это услуги, да, Social Media Marketing. Ты оказываешь услугу компании. Когда ты работаешь на рынке B2B, там есть свои плюсы, ты можешь прийти как бы в пиджачке, в красивый офис там, сидеть в красивой переговорке, общаться с каким-нибудь хером, который, ну, там занимает какую-то должность, умнит о себе тоже. Ну, в общем, все это красиво, все эти B2B-побрякушки, очень классная тема, откаты там, вся эта история. Вот, но в ней есть и минусы, я думаю, ты это знаешь, и вот все, кто, ребята знают, все, кто занимается услугами, это точно знают. Сейчас слушайте, все, кто занимается услугами, касанием услуг. Клиент, блядь, всегда тебя просто высушит. Ну, то есть, никакой благодарности нет вообще. Вообще, кстати, я заметил, что в мире вообще не стоит, так сказать, благодарности вообще от чего-либо, потому что ее нигде нет. У докторов, может, только у каких-то крутых. Слушай, я начал книги писать, вот кучу благодарности получаю от книг. То есть, все-таки есть какие-то темы, которые вот люди ценят. Ну, да, классно, что понимали. Вот, и, в общем, в услугах очень было мало благодарности. Ну, вообще, какой-то больше, знаешь, как будто, блядь, деньги, конечно, я беру с людей, но помимо денег они тебе сейчас кучу геморроя навешивают. И даже если ты действительно там, ну, честно делаешь там хорошие вещи, хорошие рекламные кампании, очень паришься за бюджет клиента или вообще бесплатно ему приводишь клиентов. У меня такое было. Клиент обесценивает эту историю. Как бы услуга перестает быть ценой после ее выполнения. Ну, в общем, как бы тяжелая история. Меня просто не вкатило. А я такой человек, я не буду заниматься тем, что мне не нравится. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И на тот момент у меня развивались курсы оффлайн в Москве. То есть я вживую людей собирал, учил там продвижению в соцсетях, как формировать контент-план, как настраивать трафик в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. В общем, как писать посты. Ну, в общем, всю эту историю. Ну, и долгое время, сколько я уже, 30 или 40 потоков отвел там СММ Космос. Это живую курс двухмесячный. Двухмесячная программа. Многие ребята, кто подписан на меня и сейчас смотрят даже эфир, наверняка были на этой программе оффлайн в Москве, с многими познакомился. Ну, там более благодарная история. То есть там ты человека учишь навыку, он как бы брат, что у него теперь есть навык добывать деньги. Ну, условно, настраивать там таргет и добывать себе на хлеб с маслом, семью там кормить и так далее. То есть это более интересная история, чем ты оказываешь услугу. Какому-то маркетологу на выделенные бабки. Я еще хуже начинающему предпринимателю. Знаешь, по поводу обучения, мне инсайт пришел. Вот в этом году я запускал курс стратегический маркетинг, может, видел. У меня на потоке было, да, 37 человек было на потоке. И, представляешь, треть из них заработали больше миллиона рублей за обучение. Я пытался понять, почему, вот, когда я до этого запускал обучение... Макс, тогда без инфобизорских вбросов. Ну, это не вброс, это реально инсайт. Я просто понял, что чем больше люди платят за что-то, тем больше они это ценят. То есть вот проблема... Вот ты запустил вопрос такой, знаешь, горячий в сторис, как бы проблемы инфобизнеса наши в России. Мне кажется, одна из проблем... Я не говорю, что это главная проблема. Одна из проблем в том, что его обесценивают так же, как и услуги в маркетинге, потому что это дешево. Потому что как только я начал продавать дорогое обучение... Я не думаю, что это проблема. ...все пошли результаты. Ну, это конкретно вот я заметил, что вот чем больше люди платят за что-то, там, конкретно за обучение либо за услуги, они больше довольны, больше эффективности получают. Это тоже не всегда так. Это байка инфобизорская, чтобы люди больше платили. Такая, знаешь, как это называется? Триггер. Ну, не знаю, у меня прям прямая корреляция, вот реально. То есть это, ну, как бы это не ради вброса, это действительно прямая корреляция, прям заметил. У меня есть разные консультанты, наставники, и я как бы ценю их очень сильно, в том числе и деньгами, благодарю и новыми клиентами, рекомендациями. И они абсолютно разные стоимости. Кто-то берет 200 баксов за консультацию, кто-то берет 5000 долларов за консультацию. И я не могу сказать, что тот, ну, что я заплатил там где-то 200 баксов, и я там, типа, ну, как обесценил. Абсолютно не так. Просто дому человеку, как бы, один человек умеет продавать, другой не умеет продавать. Вот и все. Другой умеет делать, например. Я не думаю, что это вопрос, чем больше ты заплатил, тем лучше ты стал там в чем-то. Ну, это лишь, как бы, это мое... Возможно, но все-таки важно, даже не сама услуга или обучение, а отношение к этой услуге, обучение. Отношение сильно меняется, когда ты больше платишь. Ну, понятно, что да, чем больше ты заплатил, больше будешь внимания этому уделять. Да-да-да. Вот, но я говорю, факт в том, что есть очень крутые ребята, которые, как бы, дают реальные знания, то есть умения. А есть, там, пиздоболы, которые берут, там, вешеные бабки, понимаешь? И, там, говорят, вот, типа, если он заплатил много, то, как бы, это... Плохо у кого учиться. Нет, есть, как бы, другие критерии выбора. То есть, не всегда цена определяет в инфобизнесе, знаешь, как... Не всегда цена является результатом результатом качества продукта. Вот так. Согласен. Взять даже кроссовки, там, или, ну, да, на любом рынке практически. Там, Dolce & Gabbana взять, да, майка. Я купил Dolce & Gabbana майку с 29 тысяч рублей, и у тебя тоже много вещей брендовых. Но я тебе скажу, что я недавно тоже приобрел Игон Дизайн, по-моему, называется, дизайнерская футболка. Ну, вообще, начал покупать эти русские дизайнерские бренды. Да и вот, я сделал футболку себе Just Business. Заказал, ну, как бы, для себя, своих ребят, клуба. И она гораздо более удобная, комфортная, качественная, и сидит на мне лучше, чем Dolce & Gabbana. И ценить, буду ли я Dolce & Gabbana больше? Да нет, мне это больше нравится, и я ценю. Короче, видишь, такой вопрос, как бы, есть люди, конечно, которым это, наверное, самое важное, поэтому они учатся там, получают результаты именно из-за этого. Вот, друзья, поставьте плюсик, если цена для вас является, как бы, как это назвать правильно, Макс? Что важна для... Ну, ну, то есть, да, то есть, один из критерий выбора для вас это цена. То есть, вот, вы оцениваете качество продукта, качество услуги по первоначальной цене. То есть, даже не вдаваясь в подробности, вот, цена для вас решающий фактор является первоначально. Или цена не является решающим фактором, поставьте минус. Так получается, да? Правильно сформулировали? Да, да, да. У меня проблема всегда. Я, как бы, все понимаю в голове, а сформулировать не всегда могу. Вот через stories иногда бывает, формулируя. Так, что еще обсудим? Саша. Так, что 15-го будет? Расскажи лучше. 15-го числа. 15-го я с вами поделюсь теми, той информацией, которую я вот последние два года собирал, интересную. Интересное изыскание в психологии, как это можно применять в маркетинге, в бизнесе. То есть, работа с клиентами, там, в рекламе, с сотрудниками, там, в бизнесе. Как влияет мышление на результат. Поделюсь своим антикейсом, да, там, своего прошлого, позапрошлого года, когда у меня была полная жопа вообще по всем фронтам, как я из нее выбрался. И что было ключевым, выбравшись из этой жопы, что для меня стало вот этим вот ключом к выходу на новый уровень. Потому что я долгое время пытался пробить планку в миллион рублей в месяц. Мне не получалось. Я делал кучу всяких разных действий, но вот вообще не получалось. И именно вот попав в задницу, там, заболев, там, две операции, там, кредиты, долги на 6 миллионов, там, суд, вот это все у меня навалилось. И именно это мне позволило, как бы, такой, знаешь, сделать гиперскачок, такой акселерационный вверх, как бы, такой лифт. Вот. И я вот поделюсь именно своим опытом жизненным. Уверен, что твоим ребятам им будет это, ну, срезонирует и будет полезно. У меня только просьба. Максимально твердо поделись этим опытом. Потому что сейчас... Да, конечно. В каждом инстаграме бля, было хуево. Я выбирался из жопы. Я выбрался из жопы. Ребята, вы тоже сможете. Вот. Без этой, ладно, тема. Ну, я... Я только твердые факты, ну, конкретно просто расскажу даже инструменты, которые я использовал, которые мне помогали там. Я же не сам выходил. Я там работал с психологами. У меня были коучи тоже. Причем твердые коучи, это не какие-то там, знаешь, там, балаболы. Там, вот я вот с одним мужиком в Уфе познакомился. Про маркетинг расскажешь? Про маркетинг. Так это же тоже все маркетинг. Это тоже маркетинг. То есть умение, умение, как бы, продать себя, умение продать себя дорого, продать свой продукт дорого, да, там, вот про это как раз буду рассказывать. Вот что от этого зависит. Точнее, вот, что сделать для того, чтобы это получилось. Это интересно, кстати. Ты же, да, действительно начал продавать дорого продукты свои. Вот это интересно. Круто. Ну, просто вот до этого у меня реально, ну, там, услуги раз в 5-10 дешевле были. Там и обучение, курсы, все там, и услуги, вот. После этого я в голове у меня щелкнуло просто. То есть настолько это прямо вот перевернулось, что... А если нет услуги, то чем сейчас занимаешься? То есть что берешь проекты? Слушай, я где-то месяц-полтора назад, помнишь, ты меня приглашал на тусовку свою, Just Business, где был Wildberries, там, конференция, вот. Я там пересекся с Димой Ощепковым, мы с ним тоже давно знакомы, еще с АЯЗа времен. Вот. И мы что-то с ним начали общаться, там, ну, обсуждать там, что у кого как, какие дела, вот. И он поделился своей болью. Он говорит, что вот он занимается консалтингом, да, там, в сфере продаж. И он все делает руками, и у него, как бы, ну, он уперся в потолок. Он не понимает, консалтинг-бизнеса. То есть, как вот ему, если он все сам делает. И, как бы, я ему, я с ним поделился, когда с инсайтом, который я понял, вот, чем я тоже сейчас занимаюсь, да, это не делайте руками. То есть, если вы специалист крутой, перестаньте работать руками, начните работать головой. И он такой, типа, а как? Я говорю, ну, так тебе не надо делать руками. То есть, тебе люди платят не за то, чтобы ты пришел и начал, там, пилить. А ты объясни, как пилить. То есть, ты сейчас не работаешь? Ты вообще не работаешь, да? Да, 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 да. Как тебе обратиться? Посоветовать тебя? Ну, посоветуй меня, как хорошего специалиста, ну, консультанта, который может сопровождать проект, который может, там, внедриться в проект, проанализировать и докрутить его так, чтобы, ну, вы получили тот результат, который у вас не получается сейчас, там, получить, да. Потому что я вижу то, то, что многие не видят в силу своего опыта, да. То есть, вот я, там, последний из, там, проектов, там, брал, я их здесь, там, ребятам сделал, только потому что, вот, чуть-чуть подкрутил, там, пару моментов, которые они просто не видели. Понятно. Окей. Ну что, продолжи отдыхать. Давай, давай. Друзья, если есть вопросы, задавайте. Поставьте огонечки нашему спикеру, Максиму. Максим, спасибо тебе большое, что ты откликнулся. Спасибо, что позвал. Спасибо, что позвал. Возможность выступить 15 января. Напоминаю, что 15 января Максим вживую в Москве выступит на бизнес-завтраке Just Business. Если здесь есть одноклубники, мои Just Business, то 15 января не пропускайте первый бизнес-завтрак в этом году. И даже если здесь нет одноклубников, вы можете приобрести платно возможность поучаствовать в бизнес-завтраке. Но это можно будет посмотреть в моем профиле. Подписывайтесь на Максима. Здесь где-то можно это сделать сверху. Нажать что-то. Я постараюсь сейчас сохранить прямой эфир. Макс, как дела? Да все супер. Буду ждать вас 15 января. Приходите. Так же принесу свои книжки. Кому может интересно будет почитать подробнее про мой путь. У меня непростой путь был, как у Саши. Переосознание себя. У меня тоже было свое агентство по маркетингу, и с МЭМ занимался, и в штате работал. И все вот эти этапы тоже прошел. Кому близко, интересно, тоже сможете познакомиться с книгой, почитать. С радостью с вами поделюсь. Блин, я все никак не напишу никакую книгу, а? Тоже надо что-нибудь написать. Слушай, пиши это реально, это крутой, это крутой экспириенс такой, знаешь, это когда ты как будто бы, знаешь, было ощущение, когда я написал книгу, было ощущение, что я, знаешь, вот как женщина родил ребенка, ребенка отправил, значит, в мир, типа, на все, он мне не принадлежит, он там сам по себе как-то, да. Ладно, надо родить что-нибудь уже. Все, Максим, давай, дружище, пока-пока. Рад был тебя. Увидимся скоро. Пока-пока. Пока-пока.